Всем привет, добро пожаловать в новый влог. У меня сегодня такой боевой настрой. Я наконец-то вернулась к нормальному графику сна, потому что за время летних каникул мы все подрасслабились. И я просыпалась раньше, только в те дни, когда мне утром нужно было ехать на тренировку. А вчера я уложила себя спать в 11 часов вечера, и сегодня сама проснулась без будильника в полшестого. Я понимаю, что есть люди, которые работают в офисе или в больницах, и кто вынужден просыпаться так каждый день, и типа подумаешь, она встала вот столько. Но я уже много лет работаю на себя, муж тоже, и обычно мы просыпались в полседьмого, чтобы все успеть, и плюс отвезти детей в школу. А летом я иногда позволяла себе поспать до полвосьмого, до восьми, иногда прям отдирала себя от подушки, не говоря об Игнате, потому что он у нас страшный соня, и если его не будить, то он спит до одиннадцати, иногда даже до двенадцати. Такое тоже случается, но вспоминая себя в детстве, я точно так же заезжала к бабушке в Лосиновку, и она всегда меня будила, Оля, вставай, ты проспала уже, не просто завтрак, ты уже и обед сейчас проспишь. Иногда я, вот когда была ребёнком, вставала в час дня, в начале второго. Это не потому, что я как подросток тусила до утра, это было уже потом. Но я была маленькая, я очень сильно любила поспать. И сейчас мне нужно вставать, потому что собака, потому что нужно приготовить детям завтрак. И Тома, который стараюсь делать, он не всегда любит завтракать, в принципе. Но внедряем такие хорошие привычки. Ну, первая неделя у нас была такая жёсткая. Игнат плакал, говорил, что я хочу спать, оставьте меня в покое. Вот, и у нас похолодало, я решила заглянуть в шкаф с верхней одеждой, куда я складываю какие-то сезонные вещи, не только свои, но и детские, у Томака. И вы знаете, я затеяла это, и потом думаю, зачем я вообще туда полезла? Потому что это какая-то нарния. Дело в том, что ты убираешь вещи, да, что-то оставляешь после Захара для Игната, если вещь ещё не сносилась, потом ты об этом забываешь. Или кто-то больше вырос, чем я ожидала за лето. И начинается это большое, это ещё вот этого мы не доросли, это нужно отдать. Да, я продолжаю отдавать вещи девочкам, которые писали мне раньше. Я уже знаю, какие им размеры нужны. Я и раньше это делала, но просто сейчас здесь очень много украинцев, и свои вещи я раздаю, и детские. Так что стараюсь быть полезна хотя бы чем-то, помимо такой регулярной финансовой помощи. И я уже сложила целый пакет верхней одежды, часть стираю, чтобы отдавать в опрятном виде. Да, это не сношенные вещи, не с какими-то дырками. Вот у меня крутой пуховик, я покупала его в прошлом году Игнату, и он вымахал вообще. Хватило на один сезон, и здесь пятна, пуховики, они постирают. Тоже нужно ехать в прачечную. И если что-то там запачкалось, то опять же в стиралке это не постираешь. И давайте я вам сейчас покажу несколько вещей на осень. Это будут тренчи пальто. И если успеем, то еще аксессуары. Прихожая это не совсем то, что у нас получилось хорошо. Ну как, я там позапихивала все, но если честно, я бы ее вообще как-то по-другому распланировала. В общем, здесь у меня такое отделение для пальто, для чего-то длинного. И тут висят не только мои вещи, но и томыка. Хотя пальто он практически никогда не носит. Тому несколько лет, и я не помню, когда он его надевал. Это вещи, которые я тоже буду отдавать. Вот несколько точно. Вот это пальто тоже нужно подарить. И внизу у меня лежат аксессуары. А там обувь томыка, в которые он бегает. Вот как-то так и живем. Ну, решила отдать это пальто от моего любимого украинского бренда Minimax. У них действительно самое классное пальто, тренчи. Много моделей, разные расцветки и шикарные ткани. Оно в безупречном состоянии. Его просто нужно немножко отгладить, и это все. Оно тепленькое, элегантное, классическое. Такого прямого кроя с черными пуговками. Но реально мне не хочется, чтобы это все висело и надевалось несколько раз в сезон. Поэтому отдаю. Но так будет правильно. Этот тренч, пожалуй, я тоже отдам. Это Zara. Такая классическая модель, не оверсайз. Только нужно сначала отвести его в химчистку. Потому что черные вещи, конечно, быстро пачкаются. И нужно его освежить. Отдаю, потому что гораздо чаще ношу бежевый такой, карамельный. Даже не бежевый. Но, конечно, он не провался, не протерся нигде. Пояс все есть. Поэтому думаю, что тоже так будет лучше. Это даже не пальто, а как кардиган. Но вещь теплая. Она, правда, не застегивается вот так на запах. То есть можно расстегнуть и носить реально так. Я же носила это с поясом из замши. То ли из манго, то ли из Zara. Я уже даже не помню. Но это все, конечно, смотрится стильно. Только, опять же, не надеваю так часто, как надо. Кармашки, рукав не короткий. И длина хорошая. И автопулях на стиле все как надо. Я хочу подарить этой вещи вторую жизнь. Супер объемное пальто шерстяное. Темно-серого цвета. Я носила его не так много раз в прошлом сезоне. Это та модель, которую многие предпочитают. Особенно там фэшн-блогеры и так далее. То есть свободная, неприталенная. Мега-оверсайз. И на девочке повыше это будет смотреться более выигрышно. А у меня есть и другие варианты. А это вообще новое пальто с этикеткой. Я как-то померила его. Там бегает Томек. Что-то разгружает. Расцветка такая, как я люблю. Смотрите, рукав. Пр длине. Как-то слишком длинный нет. Тогда мне показалось, что длина не совсем моя. Самого пальто. А сейчас вот думаю. Потому что я вижу его с очень многими вещами, которые есть в моем гардеробе. И ткань здесь мягчайшая. Мне в нем жарко. Пока я вот стою в джинсах и в футболке. То есть оно еще и тепленькое. Карманы зашиты до сих пор. Подумаю. Не знаю. Хотя пальто очень красивое. И вот если бы были серые здесь пуговки, оно смотрелось бы по-другому. А так как-то очень симпатично. Не представляю себе межсезонье без этой вещи. К сожалению, она сейчас едет в химчистку. Потому что я недавно поставила пятно. Но все равно сегодня видела, что они снова появились в продаже. Поэтому если вы ищете хороший, качественный, стильный тренч вне времени, моему несколько лет. Видите, что он по сей день актуален. Это украинский бренд Mako. Я, опять же, могу вам просто рекомендовать. Но это не какое-то платное сотрудничество. Носится шикарно. И все детали здесь мега-мега продуманы сзади. Пуговки такие. Я люблю расстегнуть. Мне так удобнее ходить, потому что я невысокая. Но вот 36 размер на девочку повыше тоже прекрасно сядет. А возможно, даже лучше. Пуговки здесь вот типа как под черепашку и пояс тоже. Постараюсь найти на него ссылку. Я подписана на них в инстаграм. Второй тренч цвета хаки. Он очень объемный. Длинный. Конечно, не к этому наряду и не к тапкам. И когда у меня мама была весной, он здорово ее выручил. Она могла его надевать. Потому что размер, я бы сказала, такой универсальный. И она говорила, что если я решу его отдать, то она с удовольствием его заберет. А вдруг она ко мне приедет, то ее здесь еще и будет ждать тренч. А пока что позволю себе несколько раз его надеть. Кожаная куртка косуха у меня одна. Наверное, если бы я покупала сейчас, она чувствует вкусняшки. И я взяла бы себе даже более объемную. У меня здесь целый карман этих вкусняк для тренировок. Юки. Ты попрошайка? Это кожаная куртка из H&M. H&M премиум. Блин, из-за этих вкусняк. Вот. Не знаю, как показать. Ну, самая обычная косуха. Ей тоже несколько лет. И я довольна качеством. С ней ничего не приключилось за то время, пока я ее носила. Поэтому, если есть именно в категории премиум, то можете глянуть. А это мой самый любимый фасон пальто. То есть пальто-халат, но оно не как парашют, а именно, опять же, классика. Это то, что можно носить годами. И, чтобы вы понимали, таких пальто у меня 3 или 4. Я не знаю название, но вы всегда можете написать минимакс и сказать, что такое, как оси. Когда-то у меня была скидка 10% на них. Если это актуально, я напишу, и мы узнаем. В общем, пальто серого цвета, такого мышиного. Ткани здесь безупречные. Ну, вот видите, я пальто ношу уже не первый сезон. Наверняка вы могли его видеть у меня и раньше. Я всегда беру себе 36 размер. Мне нравится, чтобы оно сидело не то, чтобы свободно. Видите, оно, ну как, не как мешок, да? Просто под низ ты все-таки осенью надеваешь свитера, еще что-то потеплее, иногда это какой-то жакет, или теплое платье, или вообще многослойность. И тогда нужно, чтобы это все поместилось, и ты не стоял вот так вот, как снеговик недвижимый. Поэтому я беру себе 36 размер. Рукав здесь нормальной длины. То есть оно мне вот прям идеально, да? То есть мой размер пальто однозначно 36. И длина у него прекрасная. Такой же фасон, другой цвет. Карамельный, как видите. Я вот его надела, и оно очень красивое. Я отвезу его в химчистку, его освежат, будет как новое. И я решила, что я его отдам. У меня слишком большой выбор. У меня есть и укороченное, и тренча. У кого-то этого выбора нет. Девочкам тоже хочется одеваться красиво, стильно, и носить качественные вещи. Да, это не новое пальто. Но поверьте, есть те, кто с удовольствием забирает и такое. Пока что вот так. И я уверена, что новую хозяйку это пальто будет радовать точно так же, как меня. Это утепленная модель с зимним утеплителем. До минус 10, вообще прекрасно. И это идеальный вариант для европейской зимы. До того, как у нас появилась собака, и мне не приходилось гулять часами в любую погоду, я обходилась даже без пуховика. Носила это пальто. Все, я по-срочному его снимаю, потому что я сейчас сварюсь. Роскошное пальто. 10 из 10. Выглядит на миллион, хотя не столько стоит. Мне хочется сказать, что оно в стиле Макс Мара. Если я не ошибаюсь, то у моей мамы есть точно такое же. Есть и другие цвета. Можно взять с зимним утеплителем. Тут вариативность, конечно, есть. И здесь, видите, совсем другой пошив. Оно сидит более свободно. Плюс рука в виде реглана. Наверное, так это называется. Я не сильно во всей этой терминологии. И рука в свободненький. Что касается практичности. Конечно, как на каждом черном или темном изделии, видна каждая пылинка и ворсинка. Камера так вообще любит это все выхватывать. Даже иногда я не вижу, объектив показывает. В этом плане выигрывают серые и карамельные цвета. Но черное, это, конечно, супер красиво. Для начала весны у меня есть короткое пальто. Юки. Акиты не гавкают. Она у нас гавкучая. Акита. Слышите? Еще есть такой басок. Это пальто у меня Юки. С прошлой осени. И тоже хорошо носится. Я видела, что сейчас в Манго есть такого плана пальто. И мне понравилось там темно-зеленое, типа как хаки или темно-зеленое, не помню. Но где-то у меня в закладках сохранено. Конечно, в Манго, наверное, будет другое качество. А вот это я буду носить и дальше. Дутое пальто из Манго. Это скорее осенний вариант. Хотя я его носила зимой. Даже в горах, когда было прохладно, я под низ просто надевала что-то потеплее. И было окей. Я вообще ни разу не замерзла. И, возможно, такие пальто есть еще и в Outletia Mango. Можете глянуть. Мне оно понравилось. Особенно вот такой цвет хаки. Он очень просто интегрируется в зимний гардероб. Потому что сочетается с остальными базовыми цветами. И за счет того, что здесь все-таки есть и кнопки, и пояс, оно не разъезжалось. Тогда был карамельный цвет, черный и вот этот. С моим все прекрасно. У нас такое лето было странное. То жарило, то было настолько холодно, что я вечером набрасывала его. И сидели на террасе. Ну и это одеяло остается со мной на этот сезон. До перчаток я пока не дошла. Но все еще впереди. Хочу вам сказать, что больше всего мне нравятся две пары, которые у меня есть. Одна из H&M. Каждый год у них появляются кожаные перчатки. Они вполне себе окей. Черного цвета и бывают коричневые. Но черный я практически уверена, что есть и в этом году. А при условии того, что большинство из нас любят потерять одну, а то и сразу пару перчаток, то я не вижу смысла тратиться. А также в прошлом году заказывала бежевые кожаные перчатки на Алиэкспресс. И тоже нормальные. Мама по моей рекомендации брала точно такие же. И там вообще огромная цветовая палитра. Да, очень базовая шапка, которую я держу в руках. Просто главное не забыть ее сшить. Это кепи из Zara. Типа как из флиса такого. Но она здесь вот испортилась. Просто оторвалась. Нужно пришить вот эту часть. Вот вам и Zara в одном элементе аксессуаров. Одежда в принципе тоже. Хотя я сама сижу в футболке из Zara. Но это как раз исключение из правил. А кепи была классная. Она сейчас развалится, наверное. Я редко ношу кепи. Но это та, которую я люблю. И я решила на зиму оставить себе волосы подлиннее. Сегодня их никак не укладывала. Просто высушила. Почему подлиннее? Потому что это удобно. И я задолбалась каждый день мыть голову. Я вам серьезно говорю. Это так неудобно. Хотя я люблю каре. И вот они сейчас отросли волосы. И не хотят никак укладываться особо. Поэтому я не парюсь и жду, когда они отрастут. Надолго ли меня хватит? Я не знаю. Говоря о Zara. Вторая шапка из Zara. Но реально далеко не все вещи там хорошего качества. Это та шапка, о которой вы чаще всего спрашиваете. И с года в год постоянно там появляется вот эта модель. В прошлом году они точно были. Не знаю, как в этом. А здесь еще и ангора. Она такая объемная сверху. И у меня такие шапки были в нескольких цветах. Возможно, я отдала. Да, наверное, отдала. Еще весной, когда сгребала все вещи. А вот эту беленькую все-таки оставила. Даже кремовую, а не беленькую. Потому что я ношу ее чаще всего. Если же в Zara не будет, и вы готовы подождать. Вот как-то сейчас Алиэкспресс доставляет гораздо быстрее. Я там сделала два огроменных заказа. Поэтому ждите обзор. Там много интересных вещей. Не супер бюджетных. Но я надеюсь, что качество будет хорошим. В прошлом году, наверное, я заказывала себе вот эту шапку. Она тепленькая. Она пушистая. Такая симпатяга. И я не знаю, у меня тут маленький экран. Я особо ничего не вижу. Но приблизительно вот так это выглядит. И потом я дозаказала у другого продавца похожую, только серую. И она, конечно, меньше. Хотя здесь вот несколько отворотов. То есть в области ушей целых три слоя шапки. И в ней не холодно, девочки. Вот эта серая будет поменьше. Но я отыщу ссылку на бежевую. Они были в разных цветах. Вот посмотрите. Даже видно, что нитка здесь другая. Хотя визуально они очень похожи. Только эта помельче. В любом случае, я буду ее носить. Потому что шапка для меня это must have. Моя мама будет на ее гордиться. Потому что когда я была подростком, это же так. Выходишь, проходишь окна. Мы жили на первом этаже. Балкон. Чтобы, не дай бог, со второй стороны ж не увидели. Прошла. Хопа. Раз. В рюкзак там или в сумку в старших классах засунула. И то же самое было из года в год. Осенью, весной и зимой. Конечно же. А если еще и локоны накрутила. То какая шапка? Вы о чем? А сейчас хрен с теми локонами. Мне главное не замерзнуть и не простыть. А еще у меня есть шапочка, наверное, которую, да. Не, наверное, а точно отдать никому я уже не смогу. Потому что она уже все. Может ее побрить? Ну, мне просто очень она нравится. Вот это, знаете, плюшкинизм такой. Уже ты понимаешь, что все, Оля, все. И у тебя столько шмоток. Зачем? Но нет. Просто когда я буду искать, я потом не найду такую шапку. Вот видите, какая она большая. Это резерв. Ты ее не сдавала в химчистку. Здесь не грамма шерсти. Она грязная от тоналки. Но мне так нравилась модель. Она уже закаталась, бедняга. Прожила со мной хорошую шапочную жизнь. Ну, по-моему, как бы все. Нет, я, наверное, ее побрею. Все, что вам нужно знать обо мне. Мой шарфик на каждый день, который собрал на себя все, что видел. Черная вещь. Это кашемировый узкий шарф. Но он достаточно длинный, чтобы обернуть его несколько раз вокруг шеи. Когда я надеваю свою шубку своеобразным вырезом или пальто. Шубки, кстати, я вам не показывала в этот раз. Может, зря. Я уже не могу. Я запарилась. Давайте в следующем влоге или как-то там попозже. Ближе к зиме. У меня искусственные шубы. Я тоже заказала зеленую на Алике. Тогда рассмотрим. Или когда я надеваю пуховик и спортивный костюм, горло все равно наверху. А с моей способностью завалеть на ровном месте я сейчас закутываюсь. Старость ли это? Я не знаю. Но ума точно прибавилась. Так вот, кашемировый шарф я заказывала в каком-то американском аутлете. Я думаю, что это не проблема найти кашемировый шарф, но он помягче будет. Он не такой колючий, как шерстяной. У меня есть огромный серый шарф из H&M. Сейчас покажу вам, какой он огромный, чтобы вы понимали. Он из шерсти и тоже из премиум коллекции, наверное. О, возможно, в H&M есть кашемировые шарфы. Видите, он еще здесь болтается. То есть большой. Можно закутаться. И когда очень холодно, когда мороз, он прям греет. Такой объемненький, как я люблю. Теперь мне придется это складывать обратно. Еще один большой шарф, но он слишком большой. Я покупала его в аутлете Mango. Зато мой любимый молочный цвет, когда осенью и зимой все ходят в черном и сером. И я периодически в том числе. Но вот когда, например, я надеваю зеленое стеганое пальто, то хочется добавить чего-нибудь светленького. Я его стирала сто раз. Ой! Вот ехала чуть-чуть. Он такой симпатичный и мягкий. Это палантин Gucci, который я покупала в итальянском аутлете. Я должна была ехать еще прошлой осенью в европейский аутлет. Меня приглашали просто, чтобы я поснимала обзор. А когда я покупала Gucci, просто отдыхали, и я сама туда поехала. Я там купила несколько хороших вещей, которые до сих пор с удовольствием ношу, и по приятной цене. Потом что-то неактуально было перед праздниками. Мы перенесли на январь. В январе я болела ковидом, потом в феврале я снова болела. И потом началась война, и вообще какой аутлет? Не знаю, когда-то, даже не то чтобы повториться, будет ли возможность посотрудничать. Но в Европе есть классные аутлеты, это факт. У меня есть большой палантин, вот Gucci, красивого таупового цвета. И это смесь шелка и шерсти, насколько я помню. И действительно можете поинтересоваться, что такое сочетание, при том, что шелк холодит. Шелк с шерстью, или с кашемиром, наверное, все-таки с шерстью, очень хорошо удерживает тепло. Мне сказали тогда в бутике Gucci, я почитала, и реально, это так. Очень большой палантин, он красивый, невероятно. И здесь не слишком яркая вот эта, не лого, монограмма, да, Gucci, а такая приглушенная. Смотрится благородно, но зараза мнется вообще. Поэтому есть свои плюсы и минусы. Когда хочешь его надеть, то ты разглаживаешь, заматываешь его вокруг шеи, а потом суп с котом, потому что надеваешь пальто или что-то, и это обязательно мнется. Следующий шарф из Алиэкспресс. Разбег у меня, конечно, как видите, тут люкс, тут алик. Но если мне что-то нравится, и это того стоит, я могу потратиться, или мне очень хочется. А так вот мне приглянулась такая расцветка, я нигде не видела ничего подобного. И по качеству он бомбический. Там были разные расцветки, и не обязательно синяя гусиная лапка. Вот он большой, но он не мнется, так как Gucci. Но здесь нет этого логотипа и с карамельным пальто для разнообразия. Когда ты полностью монохромий и добавляешь что-то такое. Но там были и другие расцветки, поэтому тоже постараюсь найти вам ссылку. Уже потихоньку разгружаю свой гардероб. Спрятала только летнее платье. И уже собрала три больших пакета. Здорово, больше свободного места. У меня и так слишком много всего. Если вам будет интересно такое же видео со свитерами, вот как я пальто показывала, напишите. У меня будет больше мотивации самой наводить порядки и делиться с вами. Как видите, пустое место образовалось. И вот здесь уже тоже что-то начало складывать из осенне-зимнего. В общем, жду ваших сообщений, ну в смысле комментариев. Будем вместе мотивировать себя на порядок и расхламление. Что у нас тут творится в 10 часов вечера в воскресенье? Меняем нашу позорную тюль на новую. Завтра, когда будет дневной свет, я вам покажу его для сравнения. Но совершенно другой вид. Я не помню, я вчера, по-моему, выдала, что тюль снова женского рода. Ну, такое бывает, когда ты уже больше 13 лет живешь за границей. Я периодически забываю то слова, то ударения, то еще что-то могу напутать. Я вчера его разгладила. И все равно у него такая структура слегка сжатая. Поэтому она всегда будет выглядеть таким образом. И нужно докупить еще несколько вот таких клипсов для штор. Потому что еще наша Микуша сажала два, ну, разгрызла. И нам не хватает нескольких. Вот так. Приятненько. Супер. И тюль я купила в Юске. Сейчас найду упаковку, покажу вам, как она называется. Она. Он называется. Приготовила ужин. Теперь мама свободная, может ехать по своим приятным делам. Зато у Томака и детей не будет голодного бунта после школы и всех дополнительных занятий. У них сегодня еще и бассейн. Они точно вернутся голодными и будут требовать еду сию минуту. Я сегодня еду на маникюр. Иногда я что-то снимаю. Потом монтирую гораздо позже. Выкладываю еще позже. Так что уже прошло три недели. Мне нужно обновить ногти. И, наверное, сделаю что-то темное. Еще хочу заехать второй раз в Юск. Там столько всего красивого для дома. Загляну в Пепко и заказала несколько красивостей в H&M. И потом мы с вами займемся осенним декором. Это то, чего многие ждут. Но скажу сразу, что я не буду покупать новый диван, новые ковры и так далее. Но все-таки обязательно что-то красивое и уютное придумаю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Я принесла то, что у меня есть. Это вот, например, старые подсвечники из H&M. Буду их мыть. Здесь немного воска. Это все хорошо отходит, когда ты используешь горячую воду. И я не буду изобретать велосипед. Я решила сделать натуральную, естественную, природную, сезонную цветовую гамму. Мне кажется, что таким образом даже лучше передается атмосфера осени. Пока что у нас еще нет желтых листьев, но возможно я еще что-то придумаю. Где-то через месяц, в октябре, когда все пожелтеет, станет таким золотым, красным. Я вообще очень люблю это время года. Ноябрь мне дается сложнее всего. Там в основном дожди, все серое и мрачное. А вот сентябрь и октябрь – красота. Чтобы не сильно тратиться, вы всегда можете взять самую обычную, самую простую вазу. Я думаю, что она есть у всех. И купить сезонные цветы. Или если они растут в вашем саду, то срезать их и принести домой. Вот это, например, Astra, которым две недели. И, как видите, они неплохо держатся. Тома купил их у бабушки на рынке. И мне нравится то, что они все разные. Но если кто-то предпочитает один цвет, то я думаю, что это вообще не вопрос. Вот эти тыковки у меня из Nanunano. Это такой магазин. По-моему, у них нет онлайн продаж. Но в каждом большом торговом центре в Польше, я думаю, что можно его найти. В Кракове есть несколько. И в этом году есть точно такие же тыковки. Я, к сожалению, к ним не доехала. Вот эта штучка тоже из Nanunano с прошлого года. И там вообще такая осень в этом году. Но ничего, может, на распродаже что-то куплю на следующий сезон. Подсвечники я вам сказала. Также можно купить, опять же, у какой-то бабушки поменьше размер вереск. Они бывают разных цветов. Я взяла себе чуть побольше. Вот такой лилово-розовый. То есть приглушенный розовый цвет. И для меня это как символ осени. Они здесь везде. И они еще и долго стоят. Вот эту вазу огроменную я купила с хорошей скидкой в Юске. И как-то, не знаю, забыла о ней, что она у меня есть. Она большая, тяжелая. Если у вас есть сеть магазинов Юск, то можете заглянуть туда. Я снимала немножечко для вас. И я уверена, что можно найти много приятных, красивых, стильных мелочей в каждом, в каждой стране, в каждом городе, где вы живете в Европе, так точно. А это у меня сухоцветы. И здесь у меня разные сухоцветы. Есть как натуральный эвкалипт, который я просто засушила. И он приглушен на серо-зеленого цвета. Веточки из пепко, из юска, из разных лет. Вот эти вообще из какого-то букета, который я разобрала. И буду компоновать по-разному. А вот эти веточки у меня из пепко. Они не натуральные. Я не знаю, как Юки отреагирует на мой декор, потому что она у нас любительница все потрепать. Особенно, если она остается дома, и ей становится скучно. Но вообще-то она дома немного всего испортила. Ну, щенок, что поделать, воспитываемся. Что у меня новенького? Вот такие фонарики из пепко. Я, правда, не уверена, что у меня есть батарейки. Но надеюсь, что дома я их найду. Они есть разные сейчас в пепко. И мне нравится, что они не пластиковые, а из натурального материала. Вечером будет смотреться очень атмосферно. В юске взяла несколько горшочков. Вот эти два я буду использовать в кухне. Потому что у меня стоят свежие приправы. Это базилик и календра кинза. Вот. И посмотрите, они не просто керамические. Здесь есть дырочка. И такая маленькая деталь, но смотрится невероятно стильно. То есть, типа как кожаная такая подвеска. Вот эти два горшочка у меня тоже из юска. Этот я оставлю дома. А второй мне необходим там у двери. Не хватает нескольких. И один я что-то как-то не могу найти. Такой нужен побольше. И обещала вам показать тюль. И я купила еще один. Потому что так подумала, что не хватает все-таки. Хочется, чтобы они как-то более объемно смотрелись. И вот так называется линейка. Я очень довольна. Правда. Но, честно говоря, дорого. То есть, если в Икеане стоят 15 за 2, то здесь 1.99. Неважно, по какому курсу пересчитывать. Но вы понимаете разницу. 15 за 2 и 90 за 1. Но оно того стоило. Это не совсем декор, но полезная штука для дома. Вот такие крючки на обогреватель, на полотенцесушитель. В ванной комнате. Я взяла вот такие кремовые крючки. Они просто безупречно подойдут в нашу ванную комнату. А те, которые сейчас находятся там, я перенесу в детскую ванную. Потом вам покажу. Потому что мне там их не хватает. И вот эти я купила у нас в Росмане. Там тоже иногда бывают всякие интересные штукенции для дома. И декор в том числе. Нашла в Юске очень красивый каменный поднос. Это не обязательно. Я понимаю, что без этого можно обойтись. И красиво выглядят такие элементы. Например, для хранения бижутерии. Если у вас ее немного где-то там на прикроватном столике поставить. Или ароматы выставить. Любимую косметику. Что угодно. И я, наверное, периодически буду использовать этот поднос. Такого серо-коричневого-бежевого цвета. Для съемки видео. Но пока что он находится у меня в кухне. И здесь располагается сахарница и соль. На каменные подставки, подносы лучше не ставить оливковое масло. Или любое другое что-то жирное. Потому что камень все это впитывает. И потом очень сложно все это отмыть. Прежде чем я расставила свой осенний декор, я сделала легкую уборку. Я как раз занималась всем этим делом утром. А мы завтракаем, обедаем, ужинаем за этим столом. И как бы ты ни убирался, постоянно можно найти не только крошки, но и остатки каждого приема пищи и на столе, и под столом, и на стульях. Именно по этой причине я не использую вот эти подушки на стуле. Так как мне в какой-то момент надоело их стирать. Они очень быстро приходят в такой странный вид. Поэтому я избавилась от них. И самый простой способ освежить интерьер, это постелить даже не новую скатерть, а новую столовую дорожку. Они гораздо дешевле и практичнее. Можно взять или цветную вазу и в цвет к ней подобрать свечку. Или наоборот, что-то нейтральное, но при этом яркие осенние цветы. И вот добавила еще две тыковки, потому что они у меня уже были. Ну и без них тоже было бы очень симпатично. И как будто новое дыхание появляется. Дальше я хоть как-то попыталась привести в чувство наш диван. Пока что вообще непонятно, будем ли мы менять мебель. И такой период довольно странный. Делаю все, что могу. И за это лето я как-то совсем забыла о том, что я планировала вызвать компанию, которая занимается чисткой ковров, диванов, матрасов. И сейчас уже, к сожалению, похолодало. И я боюсь, что все это будет долго сохнуть. А вообще, я тоже думала о том, чтобы поменять наполнитель в вот этих больших подушках. Тогда диван будет смотреться более опрятно. Еще я хочу вам сказать, что если у вас до сих пор нет беспроводного пылесоса, то советую вам его приобрести. Любой фирмы, которая вам нравится, которая у вас доступна. Это изменит ваш быт раз и навсегда. Я, как видите, уже все пропылесосила. Очень удобно, что есть несколько насадок. И потом уже пораскладывала новые подушечки. Опять же, принесла сюда все-таки свои тыковки. Вот раньше я использовала натуральные, но со временем они подсыхают, из них начинает что-то вытекать. Поэтому такие керамические – это гораздо лучшее решение. Они бывают разных цветов. В Nano Nano есть и розовые, и оранжевые, вот такие беленькие. Я думаю, что на Алиэкспресс тоже можно найти. Принесла сюда свечу, а все-таки в столовой зоне я поставила наши гортензии в своей старой вазе из Pepco и вот такую беленькую свечу. Потом я решила сделать композицию из сухоцветов, из разных веточек, которые я вам показывала чуточку раньше. И имейте в виду, что если вы берете натуральные, то из них периодически что-то будет высыпаться. Поэтому я сначала все скомпоновала и только потом прошлась с пылесосом. Мне очень нравится этот букет сухоцветов. Причем здесь использованы как натуральные, так и искусственные. А издалека так и не скажешь. Совсем скоро пропадут. Ну как пропадут? Завянут и впадут в зимнюю спячку цветы за окном. И вот этот букетик будет еще больше радовать. Ну вот я и закончила свою мини-уборку. Вроде не так много что изменила, но смотрится все по-другому. Мне нравится то, что получилось без перегруза. И при этом по цветовой гамме все перекликается. В области дивана я тоже не борщила. Хочется какой-то легкости. У нас тоже были зеленые подушки с белым. Ну не подушки, а наволочки. Но, к сожалению, Юкася их испортила. Потому что когда она появилась в нашем доме, она решила, что это прекрасные грызуны. И наделала там дыроки. Я их зашивала, зашивала. Потом думаю, ладно, у меня и так есть зеленые, те выкинула. И вот белая наволочка у меня из Ларидут. Но я видела практически такие же сейчас на распродаже в H&M. Стоит чуточку дешевле. Очень прикольные. Веночек на дверь я пока не смастерила и не купила. Не знаю, получится ли сделать в этом году самой. Пока что у меня на это нет времени. Но зато у нас у двери образовалась красивая осенняя композиция. Вот это та гортензия, которую я вам показывала еще летом. Видите, она стала сейчас такой бордово-зеленой. Это что-то купил Томек. Астрочки привезла я. Еще что-то такое. Я была в магазине, покупала землю. Мне очень понравились эти ягоды. Вот горшочек был куплен для этих ягодок и будет стоять здесь. Они, к сожалению, не выдержат мороза, мне сразу сказали. Поэтому это чисто на осени. Разве что спрятать куда-то в дом. Где-то в конце лета мы посадили вот эти красные цветы. Они в Польше называются канны. И вот вид из окна. Тоже мини-сад получился. Высокие это вербена. Вербена, наверное, да. Но остальное, по-моему, я вам уже показывала. И здорово, что это все до сих пор цветет. И вроде как наступила осень. Но все равно краски такие летние еще сохраняются. Вот, блин. Пока я купила эти горшочки, приступила к съемке. И к тому, чтобы их пересадить или переставить, моя кинза уже все. Девочки, если у вас есть идея, как сохранить свежесть и живучесть вот таких покупных приправ, пожалуйста, поделитесь со мной. Или же стоит отдельно купить землю и семена и посадить это дома. Я думаю, что так будет даже логичнее. Кто пробовал, жду. Ваших комментариев вы меня очень выручите. Пока что один горшочек будет пустовать. Но они, конечно, огонь, я хочу вам сказать. Красивые. Хозяйка довольна. Вот я повесила новые крючки. Они больше, чем из Икеи. У нас были вот такие. Но я их перемещаю теперь в детскую ванную комнату. У меня здесь висят и полотенца, и халаты. Спасибо, что вы провели этот влог со мной. Не забывайте поставить пальчик вверх. Я буду благодарна вам за поддержку. А на этом мы с вами прощаемся. Желаю вам теплой, уютной осени. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»